Пишет мне, что я в прямом эфире, я не анонсировала эфир и, собственно говоря, даже была не уверена, что я буду готова сегодня в эфир выходить, но мне позадавали большое количество вопросов в телеграм-канале денежной расстановки на картах Аквариум Реалити. И я решила, что я выйду и позаписываю некоторые ответы. Ответы на вопросы типа, как заработать на ваше обучение, а как понять, что это моя цель, а как понять, почему я не двигаюсь, а что делать, чтобы пробить финансовый потолок. И много-много, их там порядка 78. У меня была, я сейчас расскажу предысторию, пока вы собираетесь, у меня возникла идея о том, что я буду делать разборы не просто рандомно, а по какой-то заданной теме. Вот я спросила народ, какая тема вам интересна. И повалили море вопросов, которые, собственно, некоторые из них даже запросами нельзя назвать, но тем не менее. И я по всему решила выйти пообщаться, записать ответы, потому что на многие вопросы это просто ответ, то есть это не разбор. Для тех, кто не знает, каждую неделю, кстати, напишите, поставьте лайки, те, кто знает об этом, каждую неделю в телеграм-канале денежные разборы, денежные расстановки на картах, аквариум, я провожу одну бесплатную работу. То есть приходят люди, мы делаем рандомный выбор клиентов, каждый пишет заявку, я включаю видеоэкраны, генератором случайных чисел определяем, кто будет клиент, и этот человек получает полностью бесплатную работу. Остальные наблюдают и тоже получают пользу. Как показывает опыт и практика, огромное количество людей получает свой пользу. Рада видеть. Я вас тоже рада видеть. Я тоже соскучила сильно, поэтому решила даже не планировать отдельные какие-то отдельные темы эфиров. Я все так думаю, что надо все это вернуть, но такое количество всего происходит, что как-то я вот, видите, даже не планировала сегодня эфир, но решила выйти, хотела пообщаться. Может быть, кстати, вот такие вот спонтанные выходы в эфир, и будет хорошая идея. Периодически, может быть, даже не запланирована. Кто знает, кто знает, что каждую неделю... Поставьте лайк. Я видела только два лайка. Это все остальные новенькие, что ли? Все остальные не знают, что каждую неделю можно, во-первых, подсмотреть, как делается, посмотреть и подсмотреть, как делается разбор. Как происходит разбор финансового запроса, расстановка финансового запроса. Какие бывают причины стать бесплатно самим клиентом этого разбора, либо даже будучи наблюдателем взять оттуда огромную пользу. Так, есть лайки, значит, есть кто-то свои. У меня уже закралось подозрение, что все новенькие. Для тех, кто новенький, меня зовут Светлана Горбыч, я психолог. На всю голову, как показывают опыты практика, это происходит по средам. Иногда я делаю, когда наваливается слишком много всего, я могу сделать перерыв, но завтра будет ссылка на канал, есть в шапке профиля. Можно просто перейти ко мне в шапку профиля, нажать на ссылку на канал, и завтра в 18 по Берлину, завтра я таки планирую вести разбор. Завтра и в ближайшие недели до августа я планирую вести разбор, и потом в августе у меня будет отпуск, в августе я тоже буду делать перерыв. Я сейчас открою сам канал, и по некоторым вопросам, которые я понимала, что тут надо в видео записать, в видео ответ, по некоторым вопросам просто позаписываю в видео ответ. Потом скачаю, ну и здесь останется, и отправлю, понятное же дело, видео в телеграм-канал. Все свои пишут, добрый вечер, вот те все, кто свои, пишут, добрый вечер, мир и люди, живущие в нем. Я буду видеть, вы же знаете, я определяю своих по банковскому приветствию, по добрый вечер, мир и люди, живущие в нем. Ну и, собственно говоря, сейчас залезу и поотвечаю. Один из вопросов, который меня, да, вы тоже можете прямо сейчас в эфире позадавать вопросы, если они есть относительно, мы будем оставаться в рамках денег. Мы будем оставаться в рамках темы денег, я уже 10 лет, как в теме психологии денег и бизнеса, за 10 лет съела не одну собаку, и, собственно говоря, сама себя в свое время вытащила из глубокой финансовой ямы, не только финансовой, но из глубокой финансовой ямы в том числе, и очень хорошо знаю этот путь. Уже большое количество людей, ну за 10 лет можно себе представить, большое количество людей по этому же пути провела. Один из вопросов, вот мне тут пишут, напишите время, ну сейчас-то я напишу потом в телеграм-канале. Один из вопросов, который мне задали в телеграм-канале, вы можете идти по этому, по телеграм-каналу. Как заработать на обучении у вас? При этом я не считаю, что обучение у меня каких-то совершенно космических денег стоит, но понятие «большие деньги» очень относительно. Я вам расскажу историю. Есть, на мой взгляд, есть два варианта. Есть два варианта, как заработать. И тут, услышите, здесь не история о том, как заработать именно на обучении у меня. Нет, это в принципе, как заработать на что-то. Но на обучение, на мой взгляд, проще. Сейчас расскажу. Когда есть два типа мышления, есть два типа мышления. Есть мышление «у меня есть бюджет, и мне надо в него вложиться» – это мышление бедности. И есть тип мышления «у меня есть потребности, мне нужно создать для этих потребностей возможности». Это мышление достатка. Это мышление людей, которые идут к богатству. Понятие «богатство» очень относительное, на мой взгляд. Для кого-то тысяча долларов – это богатство, для кого-то, собственно говоря, и сто тысяч – это бытийность, и норма, и не считается богатством. Поэтому, когда вы понимаете, что у вас есть какая-то потребность, попробуйте перестать смотреть на «у меня есть бюджет, и мне надо в него вложиться». Попробуйте решить, что эта потребность, она для вас, ну вот, просто обязательно вам имеет. Что касается обучения, на мой взгляд, на мой взгляд, да, надо понимать, куда идешь, куда не идешь, но, на мой взгляд, сейчас это самое нужное вложение. Это самое, ну, я вообще отношусь к обучению как к инвестициям, но можно вкладывать во что угодно, и только то, что является вашими знаниями и навыками, у вас невозможно отобрать. Поэтому самая надежная инвестиция – это инвестиция в собственное развитие. Это моя версия. Теперь, когда вы понимаете, что у вас есть потребность, и вам нужно на себя, на эту потребность растянуть, вот вам нужно себя на эту потребность растянуть, вы начинаете делать мозговой штурм. Это одна из версий, я вам дам две версии, да, и то, причем я практикую обе эти версии. Вы начинаете делать, вернее, одну из них раньше практиковала, сейчас нет, нет, нет необходимости. Вы начинаете делать мозговой штурм. Как делается мозговой штурм? Вы предполагаете, вы берете листик, берете тетрадь, начинаете писать в тетради, либо в листике, вообще все свои знания и навыки, которые вы умеете, вообще все, что вы умеете, вообще все. Потом вы делаете скрин, да, не скрин, а скрининг, вы начинаете считывать, что из этого вы делаете хорошо и что из этого можно быстро научиться, чему из этого можно быстро научиться. Дальше вы выбираете, я про этот алгоритм говорю уже много-много раз, дальше вы выбираете сайты, заходите в интернет и начинаете листать сайты, я сейчас не буду перечислять, чтобы это не было там какой-то рекламы, сайты фриланса, сайты не маленьких работ, а, боже, как это называется? Ой, вылетел умное слово из головы, да, то есть сайты, где можно взять работу, работы бывают разные, это может быть, вы на самом деле можете же делать огромное количество вещей, это может быть транскрибация, это может быть ассистирование кому-то, это может быть работа с, я говорю только то, что в онлайне можно, мини-джоп, мини-джоп, ну, наверное, мини-джоп, да, Я чуть-чуть здесь, да, есть варианты подработок, эти подработки могут в конечном итоге быть гораздо больше, чем та зарплата, которую вы получаете. То есть если вы ставите себе задачу, у меня есть потребность, да, я хочу, я хочу научиться этому, где мне взять на это деньги, то есть два варианта. Один говорит, ой, где мне на это взять деньги, у меня такая маленькая зарплата, а еще мне надо там еще чем-то заняться, ну и не тратить же всю жизнь только на достижение цели, и мне же нужно еще отдыхать. И иногда, смотрите, отдыхать нужно, не вопрос, иначе вы горите к чертям. Но, если я этого хочу, то я начинаю штурмить, я начинаю думать, я начинаю искать. И это может быть подработка, которой можно сидя дома, не выходя из дома, этим заниматься. Я так начинала, когда мне не хватало денег, я начинала, и какие-то вещи я осваивала сама. За счет этого, верно, на сейчас, я писала статьи, у меня была маленькая Даша, дочка младшая, да, я писала статьи, начиная на сайтах, я уже не помню сейчас, как они называются, на разных текстовых биржах. Да, я начинала с копейках, с копеек, но очень быстро нарабатывалось портфолио, и очень быстро я писала статьи, уже там по 3-5 долларов за килознак. Добрый год, видите, бандовское приветствие, добрый вечер мира, люди, живущие в нем. Я научилась делать, монтировать видеоролики. Я научилась, есть огромное количество бесплатных курсов, зайдите на Курсеру, посмотрите, какие курсы есть там. Да, огромное количество вещей, которые можно быстро освоить, быстро научиться, и на обучение себе, либо на какую-то потребность, которая станет, да, на обучение, которая станет ступенькой к росту дальнейшему, ну, точно можно заработать. Ну, точно, просто надо включиться, услышьте, отсутствие денег, это не отсутствие денег, это отсутствие ответственности за свои деньги. Еще раз, нехватка, дефицит денег, это не просто нехватка денег, это нехватка ответственности за собственный достаток, за собственный доход. Вот это важно понять. Если вы говорите, мне нужны деньги, следующий шаг, который вы говорите, как я их создаю? И если вы начинаете штормить, мозговой штурм, я могу путаться, устраивать вот этот бренд-шторм, тогда вы находите варианты. Но здесь два варианта. Либо вы всегда два варианта. Либо терпеть, либо лечить. Либо искать, и тогда вы найдете, либо сидеть и страдать. Тогда честно признаемся, мне сейчас важнее пострадать и спрятаться за невозможность. Это один из вариантов. Это когда вам в принципе нужно на что-то найти деньги. Другой вариант. Как увеличить доход? У меня работа. На себя работать страшно. Я многого не умею. А у меня самозванец. А у меня еще что-то. Окей. Вы выбираете, где вы хотите работать. Если вы хотите оставаться в наемном труду. Не всем быть предпринимателями. Не всем быть частно практикующими. Не всем быть частными предпринимателями. Не всем. Кому-то комфортно в найме. Вы выбираете, где вы хотите работать. Вы делаете себе список из, не знаю, ста, ста, ста компаний. Не рассказывайте мне, что ста компаний в ССВИТе нет. Во Вселенной нет. Есть сто и больше компаний. Вы начинаете делать список из ста компаний. И в этот список вписываете, вы выбираете, на какую должность вы тянете. Вы выбираете, на в какой компании вы хотите работать. Огромное количество компаний, в которые можно работать удаленно. Огромное количество. Вы под каждую компанию, либо под каждые 5-10 компаний, под каждую позицию корректируете свое резюме. Одни и те же данные. Одни и те же. Один и тот же опыт можно показать с разных сторон. Для того, чтобы конкретно в эту компанию вы подошли. И вы начинаете систематично, каждый день отправлять резюме. Звонить. Даже если нет, услышьте. Даже если эта компания не поставила свой, не поставила свою вакансию на какой-то сайт с вакансиями. Даже если не было поставлено. Вы звонобираете телефон. Вы говорите, я хочу у вас работать. Я понимаю, что, возможно, у вас нет сейчас еще вакантных мест. Я отправлю вам свое резюме и, возможно, когда-то я вам понадоблюсь. Кладется трубку. Отправляете свое резюме. Перезваниваете. Удостоверяете, что ваше резюме получено. Через 2 дня вы звоните еще раз. Удостоверяете, что ваше резюме увидели. Если не увидели, отправляете еще раз. Не бойтесь быть нудниками. Не бойтесь быть настойчивыми в своих результатах. У меня была история. Когда-то в далекие, в очень-очень далекие времена, когда я еще жила в Израиле, не просто жила в Израиле, а я тогда еще училась. Я жила в Израиле и я училась. И это была моя первая работа. То есть я много, пока училась, очень много работала на Никайоне. Никайон – это уборка. Никайон в переводе с иврита – это уборка. То есть я убирала виллы. Вначале я убирала на заводе, потом я убирала виллы состоятельных людей, которые могли себе позволить уборщику. На каком-то этапе мое обучение уже подходило к концу. Я поняла, что меня это уже задолбало. Я уже не хочу работать на Никайон, на уборке. Я хочу работать продавщицей в магазине. Ну и не на кассе в супермаркете, а в каком-то симпатичном магазине. Я ходила по улицам и смотрела, какие магазины есть. Был магазинчик с женских аксессуаров. Я зашла туда. И там было, по-моему, написано… Нет, по-моему, даже не было написано «друша». Не было написано, что кто-то нужен. Я зашла в этот магазин. Кто, не знаю, есть ли здесь израильтяне. Иногда израильтяне заглядывают в хайфе на Адаре. Этот магазин был женских аксессуаров. Я зашла туда, говорю, вот я ищу работу. Я хочу, значит, работать у вас. Мне у вас очень понравилось. Мне говорят, я оставляю резюме. Мне говорят классические. Как вы думаете, что мне ответили? Вот как вы думаете, что мне ответили? Мне ответили, мы вам что? Позвоним. Думаю, этот ответ знают все. Мне сказали, мы вам позвоним. Я сказала, хорошо. У нас еще есть кандидаты. Мы пособеседуем еще кандидатов. Мы вам позвоним. Я сказала, хорошо. И через два дня я им позвонила. Они мне не позвонили. Понятное дело. Они, может, про меня и забыли. Ага, есть вот израильтяне. Через два дня я позвонила. Мне сказали, вот, мы еще не выбрали. Мы еще не… У нас есть еще собеседование. Я сказала, хорошо. И через два дня я еще раз им позвонила. Короче, я их задолбала. Я их задолбала. Меня взяли на работу. Прошло какое-то время. Из этого магазина, потом это была сеть магазинов, потом из продавщицы в этом магазине я стала директором сети. Директором этой сети. В конечном итоге уходила. Я уже с директорской должности. И вот на каком-то из этапов девочка, которая меня нанимала, она говорит, ты знаешь, Светка, к чему мы тебя взяли? Я говорю, ты так достала. Ты так достала. Было так видно, что ты так хочешь работать, что было понятно, что взять надо тебя. Понимаете? Не ждем, когда снизойдет и кто-то большой даст нам то, чего хочется. Если вам это надо, если вам надо заработать, вы идете и работаете. Это на самом деле просто. Вы идете и работаете. Вы звоните в компанию. Вы говорите, рассмотрели ли вы мое резюме. А чем я могу быть полезна. А может быть, есть альтернативная должность. А может быть, я могу начать с чего-то меньшего. А может быть, я могу... И вы становитесь нудниким, которого проще взять на работу, потому что эти же начальники будут сидеть и думать, если он нас так достал, то он, не знаю, клиента из-под земли выковыряет. Если он нас так достал, то он поставщика не отпустит. Вы показываете свою заинтересованность в работе. И когда, уж поверьте, когда человек заинтересован в работе, собственник заинтересован в таком человеке. Это вторая версия. Это когда вам просто нужно найти работу. Мечтаю работать у вас. Спасибо. На самом деле, я не очень... Я могу только предполагать, почему, но я не так давно узнала о том, что, оказывается, многие мечтают работать в команде Горбач. Причем в большинстве своем... Ну, не в большинстве своем, но знаковые, вот прям знаковые фигуры в моей команде, это были те, которые мне написали и предложили. Я сейчас, конечно, рискую. У меня верно сейчас, у меня свободных вакансий, свободных должностей пока нет. В таком случае, пока. Но в большинстве своем, вот, знаковые фигуры, это были те, которые мне написали и сказали, Света, я хочу у тебя работать, я могу делать вот это, вот это и вот это. Я вижу наше развитие, вот это, вот так, вот так и вот так. И услышьте, пожалуйста, разницу. Когда, ну, я работодатель, да, у меня сейчас в команде, вот сейчас сегодня было, ну, не последнее собеседование, можно как-то сказать, предварительная, да, встреча еще двух кураторов в проект «Социальное мужество». То есть у меня сейчас в команде человек двенадцать уже, да, двенадцать человек у меня в команде работает. Welcome. Да, и вот мне, те, кого я называю ключевые фигуры, они мне написали в свое время и сказали, да, я хочу у тебя работать, я вижу это вот так-то, вот так-то и вот так-то, мы можем сделать вот так-то и вот так-то, мы можем из этого развиться вот туда-то и туда-то. То есть они мне написали с конкретными предложениями, понятное дело, что я сказала, смотри, давай, да пройдешь еще вот это и вот это, и мы поговорим, мы поговорили, вот работаем уже сколько времени. Сол, это что касается, если вам нужно найти деньги на какую-то свою потребность, и не уходя со своей работы, это реально, если вы хотите менять работу, это реально, но это проактивная позиция. Когда вы сидите и ждете, кто вам даст заработок, это очень детская история, когда мы сидим и ждем, чтобы мама принесла зарплату, либо чтобы мама дала карманные деньги, либо папа, непринципиально сейчас, родительская фигура. Когда вы ответственны за свой доход, он у вас есть, он у вас есть. Еще один момент расскажу вам про себя. Лет этак 9 назад, 8, 8, 8 лет назад, Дашке было 2 года, Дашке 10 с хвостиком, 8 лет назад. 8 лет назад, к сожалению, уже был, я не знаю, многие ли знают здесь из вас и помнят Константина Довлатова, если кто-то помнит Константина Довлатова, дайте знать, я буду рада вас, ну, просто буду рада знать, что здесь не только я помню этого человека, для меня это был один из ключевых учителей. В общем, я мечтала учиться у Довлатова. 8 лет назад у меня дочке было 2 годика, а рыжая вселенная, так мы с одного. Я мечтала учиться у Кости, у Константина Довлатова. Костя это потом уже, когда я уже выросла, и когда мы заходили, делали партнерский проект, который он не успел реализовать, у меня осталось только видео того, как Константин Довлатов рекламировал мою игру, снимал видео, снимал ролик про мою игру метафизику успеха. Вот 8 лет назад у меня ребенок, двухлетний, без садика, понятное дело, она не очень садиковская была, да и в 2 года никто в садик ее не собирался отправлять. У меня двухлетняя лялька, у меня состояние предразвода с отцом моего ребенка, с тогдашним мужем, у меня единственный доход. Единственный доход на тот момент с аренды квартиры, не поверите, аренда квартиры моей тогда стоила 1800 гривен. Я уже не помню курс, по-моему, уже тогда курс пополз сильно вверх, по-моему. Что около, не помню точно по курсу, в общем, 1800 гривен, но в Украине тут понимают, что это ни о чем, совершенно ни о чем. Это единственный доход. Школа коучинга у Константина Довлатова на тот момент, если записываться заранее, стоила 250 евро. Если заранее, то есть старт был в сентябре, и если записываешься в июле, где там, по-моему, 16 июля он открывал предзапись, либо запись, я представляю, как помню это, то можно было бы сохранить за собой цену 250 евро. У меня их не было. Я помню это состояние, когда я понимала, что я не знаю, как я буду платить. Но мне туда надо, хоть чучелом, хоть тушкой. Вот хоть чучелом, хоть тушкой, но мне туда надо. У меня было ощущение, что я, ну вот, Бахань ни разу не пожалела ни за одну копейку, которую я на это потратила. Я караулила заранее. Я караулила заранее. Я сидела и считала дни, он где-то там в какой-то своей вебинаре сказал, что вот он 16 числа, и те, кто успеют заплатить 1600, вот еще там была какая-то странная цифра с этим, 1600, по-моему, нужно было заплатить, чтобы забить себе раннюю цену, потом можно было там доплатить уже перед самым модулем, ну и дальше все это началось. Я караулила заранее. Я закинула предоплату, не понимая до конца, как я буду платить. Но я понимала, что хоть чучелом, хоть тушкой мне это обучение пройти надо. Понимаете? В этот момент я не сидела и не думала о том, где мне... То есть я думала, где, да, но это не было с позиции, а как же мне, я так хочу пойти, а как же мне заработать. Не было этого. Я понимала, что у меня есть финансовые обязательства, то есть мне это надо, у меня есть финансовые обязательства. И я начинала включать мозг и судорожно искать, как я буду оплачивать это обучение. Семь месяцев шло обучение в школе Константин-Довлатова. Я ее закончила. Ну, то есть я... Да, вы же понимаете, что если я про это рассказываю, я ее закончила. У меня бывали очень разные ситуации. Очень разные ситуации. Правда. Бывало такое, что я не понимала, как я смогу оплатить. У меня на том этапе самой большой моей статьей расхода, самой большой моей статьей расхода было обучение. Самый. Все остальное, еда, там квартплата, еще что-то было фигней. Самая большая статья расхода было обучение. Потом я умудрилась, уже после этого я умудрилась отдать дочку в частный садик. Да, я пахала. Не вопрос. Я говорю о том, что нужно отдыхать. Ничего страшного. Я видела, что там запрос, но это не катастрофа. Я говорю о том, что нужно отдыхать. Но я на том моменте, мне надо было подняться. На том моменте мне нужно было быть Мюнхгаузеном. Потому что я в скором, да, я же не сказала. Я после обучения месяца не то через два, не то через три. В декабре я ушла от мужа и закрыла вот этот доход, который я говорила, в 1800 гривен. Он у меня закончился. И я полностью стала висеть. И вот недолго за этом, не задумываю, то есть в процессе, да, как-то правильно, я придумала одну штуку. Я вам сейчас с ней расскажу. Я своим на курсе денежной расстановки на карты я про это говорю. И очень рекомендую. Не обязательно прям повторять, но есть те, которые повторили и супер, как получилось. Я понимала на тот момент, что, блин, у меня клиентов немного, да, мне нужно не просто 250 евро в месяц. Еще раз, это космос был для меня. Это космос тогда был. Восемь лет назад 250 евро отдать каждый месяц. А там получалось еще больше. Нужно были дополнительные семинары. И нужно было обязательно пройти духовную интеграцию. Они, короче, куча, 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 все. Я очень по-честному написала в соцсетях. Очень по-честному. Я только выходила тогда в соцсетях. Очень по-честному написала в соцсетях о том, что, ребят, я хочу пойти учиться к Довлатову. Я хочу у него проходить вот это и вот это. И плюс мне нужно будет тренироваться. Я предлагаю вам присоединиться ко мне. Ну, что значит присоединиться? Не в складчину. Да, тогда, когда я находила свои денежные ростовки на картах, находила на складчине. Поржала, конечно, потому что невозможно в складчине это пройти. Невозможно. Да? И я говорила о том, что я буду тренироваться. Я хочу небольшую группу. Я хочу собрать небольшую группу, которой я буду передавать те знания, которые буду получать в этой школе. Абсолютно честно. Признавая, что я иду учиться, да, то есть не снимая корону, там, о том, что я вся такая. Нет, нет. Я иду учиться. И я хочу передавать эти знания. У меня набралось 10 человек группы по цене, я уже не помню сколько, и вот не помню сейчас цифры. Но мне этого хватило вот так, выше крыши, оплачивать обучение у Константина. Мне этого хватило еще доплачивать какие-то, там, какие-то где-то свои семинары дополнительные, потому что я тогда просто накачивалась, накачивалась знаниями, накачивалась проработками. Мне хватило. И, между прочим, многие, ну вот я сейчас не могу, да, я не вижу сейчас, а может быть и сейчас есть среди вас. Многие люди вот с той группы, до сих пор я периодически их вижу в соцсетях, до сих пор я вижу их у себя на канале, эти ребята есть. То есть есть люди, которые со мной по 8-10 лет, знакомство с которыми, которые впоследствии сделали огромное, у нас были какие-то совместные вещи, совместные проекты, совместные. Потом. Но начиналось с очень честного признания о том, что мне, я хочу для того, чтобы мне было проще оплачивать, я хочу набрать группу, куда я буду передавать. Услышьте, не сливать. Я ни одного видео не слила, ни одного ролика не слила, ничего. Я брала, ну, делала домашние задания, ну, в партнерстве, да, переваривала и потом передавала эти знания, делала практики с участниками, делала 10 человек. Те, кто сейчас зашли, не весь поток, не весь поток, но я точно знаю, что те, кто заходили на денежные рассылки на картах, уже пособирали группы и уже это делают. Это возможно. Это одно из решений. Более того, вы таким образом получаете крутую практику. Да, вы получаете практику сразу. Еще раз, передавать – это не сливать. Это не то, что один человек зашел, взял материал и слил на склад, чем бред. Более того, многие вещи беспонтовы, потому что нет, ну, бессмысленно. Во-первых, можно украсть информацию, невозможно украсть поле, но это расстановщики знают, что информацию украсть можно, поле нет. Это во-первых. Во-вторых, можно украсть информацию, невозможно украсть практику и проработки, обратную связь. Это тоже. Но взять и проработать, и потом, если есть вопрос, задать тому же куратору – это реально? Услышьте. Поэтому, если вопрос о том, а как заработать на обучение у вас, то, ну, вот, вот, мне кажется, прям подробный ответ. Нет, не обязательно, еще раз, то, что я вам сейчас рассказываю, это не обязательно вы применяете на обучение ко мне. Но это то, что работает. Но я и одну, и другую, и третью историю знаю. И параллельно, да, пока я училась, параллельно я пахала. Я пахала очень много. Это тоже правда. И когда мне говорят, а я не хочу, там, тяжелым трудом. Не делай тяжелым трудом. Ну, иногда бывает выбор, во-первых, иногда бывает выбор, что считать тяжелым трудом. А во-вторых, бывает выбор, насколько я хочу вылезти оттуда, где я нахожусь. Что-то мне в результате я хотела на несколько вопросов. Смотрю, что мы уже почти час с вами общаемся, а я на один. Сейчас еще кое-что хотела. Это я прямо сейчас смотрю на вопросы. Так, синдром самозванца. Это я сделаю отдельный эфир. Это я сделаю отдельный эфир. Тут такие вопросы. Еще один. Напишу про этот пост. Но обратите внимание, те, кто слушают. Смотрите. По тому, как вы задаете... Да, еще один момент. Пролетал тут вопрос. Я его увидела. Не хотела прерываться. Где-то тот спрашивал, как отличить, по-моему, мечту от цели. Что-то такое было. Это прямо было сильно-сильно раньше. Но что-то такое было. Как отличить мечту от цели. Ради цели вы готовы двигаться. А ради мечты нет. И серия, знаете, как... Ну, я придумала. Огромное количество, много мечт можно реализовать в течение месяца. Много мечт можно реализовать в течение месяца. Ну, просто как же потом жить без мечты? Как... А, как реализовать мечту от потребности? В смысле, как отличить мечту? А зачем? А зачем отличать мечту? Если это ваша мечта, это ваша потребность. Просто, может быть, вы не верите, что вы можете ее реализовать. Если это ваша мечта. Я об этом мечтаю, потому что мне это надо. Я хочу это иметь. Зачем? Есть разные... Можно говорить здесь про разные уровни потребностей. Да? Есть физиологические потребности. Потребность близости. Потом пирамида масла. Можно говорить... Но, например, мечта может быть... Таким ответом не вам. Я поняла, что вы мне просто напомнили. Да? Да? Есть пирамида масла. Есть уровни потребностей. И можно... Но, например, на том же уровне, на уровне потребностей, например, самореализации, может быть мечта. Да, на самом деле, мечта может быть на раз... В зависимости от того, где человек находится. Мечта может быть на разных уровнях потребностей. Мечта может быть потребностью. Тут не... Если я правильно поняла вопрос. Если я правильно поняла вопрос. А вот по большому счёту, для того, чтобы эта мечта и потребность реализовалась, её нужно перевести в цель. И решить о том, что мне это надо, я это хочу, я готов это для себя реализовать. Мечта выше, смотри, потребность в самореализации выше, чем потребность в еде. Но у кого-то может быть мечта попробовать, не знаю, какую-то рыбу, как там рыба фуга называется, чуть-чуть вспомнила. И это тоже может быть мечта. Поэтому мечта выше, да, выше просто по уровню. Если человек находится на этапе удовлетворения базовых потребностей, и у него не все базовые потребности удовлетворены, то это может быть мечта, я не знаю, квартира, да, самостоятельная квартира, отдельная от родителей, селек, росли крови. Это потребность, но это может быть мечта, если она недостижима. И это не про выше, да, просто у каждого человека есть разные, ну, разные уровни, на которым он находится, и, соответственно, разные уровни мечты. Когда-то, вот я сейчас повспоминаю, да, я не знаю, когда, ну вот. Вспомнила, буквально недавно с мужем говорили. Я когда была подростком, хотела сказать ребенком, но уже нет, подростком, у меня была мечта поехать за границу. Да, не просто жить, а поехать за границу. У меня была мечта попутешествовать. Да, ну, окей, тогда это была мечта. Так, сейчас это план по впечатлениям на год, либо план по впечатлениям на сезон. Поэтому это не про то, что мечта выше, а это про... Боже, как смешно успеет моя собака, простите. Да, это не про то, что мечта выше, это про тот уровень, относить, да, на котором человек, про тот уровень потребностей, на котором человек находится. Так, ну что, прекрасное. Я смотрю, что мы с вами уже почти час. Давайте, наверное, остальные вопросы. Я вот так буду выходить. Я в четверг выйду. Я думаю, что я в четверг выйду, либо заранее проанонсирую тему. Кстати, можно мне понаписать в личку, в директ, если есть какие-то темы, о которых вы хотите, чтобы мы поговорили. Напишите мне в директ тему, я сделаю список, постепенно будем со всем этим делом разбираться. Наверное, я выйду в четверг, потому что сейчас уже 8 часов, уже скоро, ну, скоро, скоро Инстаграм скажет, хватит трещать в прямом эфире, час закончился. Я рада, что я вышла, я рада, что вы присоединились завтра. Если вас еще нет в Телеграм-канале «Денежные расстановки на картах», welcome туда. Ссылка в шапке профиля. Я туда выкладываю, ну, там раз в неделю по средам, завтра будет в среду. Да, это завтра. Завтра будет аквариум, завтра будем разбираться. Скорее всего, будем работать с финансовым потолком, с задачей финансового потолка, увеличение финансового потолка. Скорее всего, возьмем завтра эту тему, будем работать про это. По средам, welcome, завтра работаем там. В 19 по Киеву, в 18 по Берлину, завтра встречаемся в Телеграм-канале. Непосредственно перед встречей я отправлю ссылку на Zoom, вы переходите на Zoom, и дальше мы там общаемся. В пятницу, да, в пятницу будет социальное мужество. В четверг, я думаю, что я выйду в эфир, запланируйте себе, либо мы поотвечаем на вопросы, которые позадавали. Можете понаписывать заявки на какие вопросы вы хотели бы, какие темы вы хотели бы, можете написать мне в дюрект. Все, с вами была Светлана Горбач, психолог на всю голову. Рада, что, наконец, я вас увидела. Увидимся в ближайшем будущем. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...